всем привет виктор спасибо огромное тебе за вопрос по поводу того как мы набираем людей в команду как мы стараемся их мотивировать на самом деле начинается все достаточно банально команда ищет наиболее подходящего кандидата даже наилучшего кандидата на ту или иную позицию и их задача найти человека который максимально сможет отвечать по скилам дальше я собеседую лично каждого такого кандидата и моя задача определить насколько комфортно нашей команде будет работать с этим человеком а также насколько комфортно этому человеку будет работать с нами и для этого я ищу такие качества как ответственность внимание к деталям и рвение достичь успеха или показать насколько это крутой для того чтобы это узнать можно задать такой тупой вопрос как как ты думаешь сколько стационарных телефонах в киеве ясно дело что вряд ли кто-то знает реальное число поэтому даже я не знаю и мне все равно какой будет ответ мне главное узнать как человек будет отвечать на этот вопрос и если человек просто придумал какое-то число и скажет вот я думаю столько и все они обоснованы соответственно можно делать выводы если человек скажет честно я не знаю но я бы считал бы это так и так и так здесь тоже можно сделать свои выводы и я очень честность и это на самом деле тоже одно из самых главных качеств которые я ищу в людях если его добавить к соответственности вниманием деталям все вуаля это лучший мой друг и член нашей команды по поводу мотивации на самом деле все намного проще когда люди работают с с людьми которые супер супер крутые опытные и они действительно знают свое дело то с такими людьми реально хочется всегда находиться чтобы такого добиться надо действительно заставить человека ценить свое место у нас человеку мы предоставляем возможность работать над продуктом которым пользуются сотни тысяч людей в штатах на другом континенте и когда человек достигает каких-то успехов в этом и это действительно можно пощупать на чем-то там люди скажут вау класс мне вот это вот так нравится и он это читает это очень большая мотивация уже плюс когда человек понимает что у него есть свобода в действии и ему не говорят что тебе надо идти делать это 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 потому что у нас такие правила большинстве случаев у нас нет правила у нас есть цели которые мы хотим достичь и человек предоставляется любой инструмент который он хочет для того чтобы достичь этой цели и на самом деле для человека это как его дело становится и он с утра просыпается и дом или ложится тоже с мыслью о том как же улучшить это дело как же принести классные результаты не первую очередь для команды для себя потому что это его дело и когда ты показываешь человеку то что он делает это не на благо компании то дело в первую очередь на благо себя развивать себя а потом уже благодаря этому развивается компания и он толкает его толкает компании на новой вершины то здесь на самом деле выигрывает все я всем советую убедиться что люди в команде получают кайф от того что они делают это и есть самая большая мотивация виктор я надеюсь ты увидел наш офис и тебе рассказали показали больше деталей так это вот контент команда и маркетинг команда здесь находится можете уточнить что значит контент команда ну поскольку мы работаем с ресторанами нам нужно много меню заносить в программу и меню обновляется во многих ресторанах очень часто то есть раз в неделю нужно обновлять именно предложение само меню но это основная задача здесь самая главная комната самых главных людей здесь у нас программисты программисты вот дима дизайном занимается непосредственно ребята шкодят расскажите пожалуйста о системе мотивации персонала ну кроме того что мы предоставляем конкурентоспособную зарплату на рынке украины какая средняя но это за сами информация то есть я по цифрам точно не буду говорить но могу убедить что зарплата достаточно хорошая мы оформляем сотрудников официально вот также мы оплачиваем налоги 5 процентов а сколько лет уже ваша компания работает на рынке украины на рынке украины мы не работаем на свой офис украине мы работаем на рынок америки но компании уже три года то есть запустились где-то наверно начали вообще свою деятельность три года назад именно all set до этого были и другие проекты которые как бы стали основой базой для all set то есть ваш главный рынок это сажиро да 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 мы в 11 городах в америке сейчас представлены и планируем расширяться в следующем году самое большое количество сотрудников находится в киеве в америке точно не помню по-моему около 10 сотрудников и нью-йорке там еще и сел команда вот в украине на данный момент 18 человек несколько слов или фраз о рынке сша насколько это высококонкурентный рынок не знаю как с европой но если сравнить с украиной конечно это достаточно большой объем достаточно хорошие возможности для именно айти потому что в украине люди к сожалению еще не достигли этого уровня когда они могут воспринимать какие-то инновации легко поэтому мы работали в украине у нас был похожий проект но люди не восприняли это так как нам хотелось бы и мы здесь просто как опробовали бизнес-модель мы получили определенный фидбэк и решили просто улучшить свой продукт и выйти сразу на рынок сша где можно действительно зарабатывать деньги в украине очень тяжело очень намного больше нужно было бы потратить денег на маркетинг и гораздо дольше времени для того чтобы здесь это все продвинуть а стратегия компании там есть у вас на следующие там 10-20 лет видения где вы себя видите в будущем наше видение это самые крупные города америки в данный момент естественно мы посмотрим на европу но это более долгосрочные перспективы то есть на ближайшие пару лет это покрыть полностью все города миллионники в америке и сконцентрироваться именно в даунтаунах этих городов то есть чтобы у нас были практически все рестораны чтобы у людей был выбор большой какой график работы у вас компании ну здесь более все стандартизировано 8 рабочих часов человек должен каждый день работать один час обед мы предоставляем на выбор у нас сотрудники работали с 9 до 6 или с 10 до 7 также есть несколько человек которые работают у нас начинают дома работать с 7 утра до 9 потом с 9 до 10 не добираться до работы и до пяти часов вечера работают в офисе это связано с тем что у нас времена разница с америка и вот суппорт у нас есть еще девочки которые будут в суппорте они помогают американскому суппорту закрывать некоторые часы которые там сложно закрыть в америке может о корпоративной культуре какая-то фишка да например тура компания мы за здоровый образ жизни и вот как видите у нас есть турник в офисе каждый день в три часа все ребята собираются и устраивают соревнования турнику можете включить еще отжимание от пола планку девчонки делают иногда планку если чисто до пола позволяет плюс мы предоставляем сертификаты в зал ебша который находится рядом то есть ребята могут перед работой сходить на тренировку или после работы также среди вот плюшек это ланчи и мы хотим чтобы наши сотрудники не ели в офисе допустим не делали доставку а больше ходили в ресторан потому что это более всего подходит под то чем занимается наша компания наша компания делает так чтобы люди получали удовольствие от похода в ресторан за максимально короткий срок и не ели вот из коробок там не знаю из пластмассовых в офисе перед компьютером потому что это не очень прикольно наша миссия это чтобы наши клиенты получили хороший экспириенс внутри ресторана и сделали это быстро качественно